Привет и добро пожаловать в игрушку под названием The Godfather 2 Крестный отец, иными словами Игрушечка довольно таки старая, 2009 года Она про то, как мы станем с вами крестным отцом Мафии Ну что ж, поехали Я ее проходил когда-то Не знаю, лет так Даже не помню, это было настолько давно, что я даже не помню Когда я ее в последний раз вообще трогал, проходил Но игрушечка очень атмосферная, очень клевая Мне прям дико люто она зашла Поэтому приступим Поехали, новая игра Первый, кого я назвал крестным отцом, был Вито Карлеоне Я видел его всего пару раз Тогда для семьи я был простым бойцом Было трудно, мы вели войну В самого Вито стреляли Сони держал оборону, пока Дон поправлялся Его убили Майкл, младший брат Фреда, стал во главе семьи Он и Том вели войну против пяти семей Они вели переговоры, а мой босс Альдо Тропани убирал лишних людей Теперь он правая рука Майкла Держит Нью-Йорк Сегодня везде масса возможностей И новых семей Жадных до денег Только Хайман Рот смог собрать всех за одним столом Мы хотим поделить кубу Там можно заработать больше, чем в Штатах Это благо для семьи Для меня Меня зовут Доминик Доминик, наш главный персонаж Это Доминик, вот он наш персонаж Давайте, короче, сделаем его как меня Прическа Где там, давайте самую лучшую прическу сделаем Так, где, 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 где она Вот она, топовая причеса Так, щетина Не, давайте без щетины Не, пускай будет обычная щетина Брови, обычные брови пускай будут Отлично Так, одежда Вот с одеждой здесь, конечно, поинтереснее будет Давайте быстренько одежку Одежку Есть у меня Я до сих пор Я хоть и не помню, что в самой игре Но я помню прекрасно, как я одевал Нашего главного героя И это будет прям топового Давай, строгие рубахи Свободный костюм Смокинг говно Щерекий Вот щерекий Узор без узора Где-то тут должен быть такой А, вот он Прекрасный черный цвет Подтяжки, жилет, рукава Рукава закатанные Нет, короткие Длинные Длинные, пускай воротник Застегнутые Пускай будет у нас Жилет Вот, давай жилетку еще бахнем Так, дополнительно Что это дополнительно мне даст Оно мне ничего не дает Ладно, значит, будем Давай подтяжки бахнем Вот, с подтяжками Отлично По-моему, назад надо нажать Да Так, вот, пиджачки надо Пиджачок надо бахнуть, кстати Кожа Домашняя куртка Че? Домашняя куртка Ну да, домашняя куртка Цвет черный Естественно Будем ходить в черном Рубаха будет у нас тупо белая Боулинг Нет Гаванна-водолазка Во, водолазка пускай Вообще идеально получается Прям шикарно Так, штанишки Подожди, а че я пальто не взял, кстати? В натуре можно же пальто взять какое-нибудь Не, а можно как бы назад? Во, да Этот отлично Так, рубашки, свитеры, футболки Подожди А если назад? Вот, низ, да Вот, давай, низ быстренько Это прям буквально брюки Вот от костюма Свободный О, прямой лен Черненький Топово С ремнем Отлично Так, обувь, обувь, обувь Давай, обувь Туфли Строгие Будем в строгих туфлях Ходить Вот, вот такие вот лакированные Прям Лакированные Черные Да, вот такие вот Черненькие будут Но они не совсем черные Но Ладно, так Так, аксы Шляпы Вот шляпы Есть вот Одна интересная шляпа Она прям Дика нравится Вот она Так, это у нас Это у нас основная Вот давай основную Поменяю Вот так вот Прям еще Четенько будет И очки надо Полюбасу надо А, надо кольц Хотя нет А, подожди Кольцо левое Есть Мизинец Правое Это Правая рука Палец два кольца Где это у нас Правая у нас Топка Во Обе Отлично Где мы будем такие так И очечи Очечи надо Необычный Прикольный Топчик Я считаю Отличный персонаж У нас получился Мы нажимаем кнопочку Принять И стартуем Уже наконец-таки А то что-то Целых пять минут Заряжаю Шмарт А Дайте мне Я посмотрю Возраст Правильно написан Сто лет жизни вам Мистер Рот Салют Ну Доктора не согласны Но кто их слушает Вот каких успехов Мы добились На Кубе Здешнее правительство Знает Как содействовать Бизнесу Любой отель Здесь богаче И роскошнее Чем все Наши с копом Взятые клоповники Вегасе Не все отели Майкл Корлеоне Не в счет Конечно Но речь не об этом У нас появилось То Чего нам всегда Не хватало Реальная поддержка Правительства Будем Салют И Когда я уйду На пенсию Все свои дела На Кубе Я передам вам Друзья мои Моим партнерам Семье Корлеоне И Альдо Тропани Отель Капри Граци Националь Получит Рико Гранадос Севилью Билтмор Самуэля Мангана Он приехал сюда Аж в Сицилии Остальным Достанутся Заведение Не связанное С казино Господа Бунты И разбои В прошлом Кубе Мы Ее будущее Лыхаем Толгопущие Салют Ох Шампуньская Копы всю дорогу Сидели у него На хвосте Мистер Рот умница Куба самое то Только мистер Рот На такое способен Рада Ты похож на брата Ты умен Ты думал когда нибудь О собственном деле Так Теперь игровой процесс Да Так Нажмите Подойдя к персоналу Чтобы поговорить с ним Попробуйте поговорить с Майклом Корлеоне Ну что Доминик Тебе нравится на Кубе Тут хорошо Майкл Мне нравятся такие городки Особенно после толкучки в Нью-Йорке Хорошо Когда сделка закончится Мы будем творить великие дела в этой стране Завтра Новый год Начало новой эпохи Для семьи Корлеона Салут За будущее Кстати А где Альду? Он внизу празднует Поговори с ним Убедись Что все готово К завтрашней встрече Хорошо Так Новая зная Поговоритесь Твой брат принял правильное решение Сделай мне одолжение Не в службу А в дружбу Левая Альф Чтобы прийти Ой А что это так плющит персонажа Ооо Нифига Ну это в принципе да Оно и понятно Игруха старая Подожди Я хочу кое-что попробовать сделать Изображение Если допустим Вот Это убрать Принять Да Сохраните сменения Ну да Ограничение кадров Вот это видимо И плющит Ну ладно Давай попробуем так побегать Если что-то заметим Прям такое тухленькое С вертикалкой То обратно И вернем Будем играть в 30 кадров Мы не все равно Давай вернемся во Флориду Первым же рейсом Так Привет Альдо Ну и правильно Альдо Ты считаешь Что мятежники Реальная сила Да Я так считаю По дороге сюда Я видел Как на улице Арестовали повстанца Он не дался живым Взорвал гранату Спрятанную в кармане Солдатам Батисты платят За то Чтобы они сражались А мятежникам Никто не платит Они могут победить Охренеть Слушай босс Один мятежник С одной гранатой Вряд ли он положит Целую армию Я знаю Просто мне здесь неуютно Уже послезавтра Мне станет полегче В общем давай Мы отпразднуем Новый год Закончим с делами И вернемся домой В Нью-Йорк Согласен Слушай Прям хорошо Майкл Фредо Сейчас начнется Обратный отсчет Альдо Все готово Для завтрашней встречи Конечно Майкл Можешь не волноваться Сеньорос и сеньорос Ввиду серьезных Поражений наших войск В Гуантанамо и Сантьяго Мое положение на Кубе Ничем не подкреплено Я ухожу со своего поста В избежании дальнейшего Кровопролития Возвращайтесь по домам Машины оставьте у отеля Я должен немедленно Покинуть город Желаю вам удачи Нас ждет самолет Пойдем Пойдем Не привлекая внимания Веди Ну погнали че Так ребят По тихому давайте на выход Вы там идиете нет Да вроде бегут Молодцы Так 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 Удары левая Чтобы нанести удар С левой Правой С правой Че мне тебе по мордам Че на Отлично Я злодей Ты че со мной Пододал Так Нажмите и удерживайте Ааааа Аааа Так, целиться можно, отлично. Ага. Отлично. Так, мужики, у вас есть пистолеты? А что, кстати, у меня делает немецкий люгер? Мне вот дико интересно познать. Так. Ага, контрол это присесть, я понял. Тут одним нажатием можно. Так, достаньте оружие и затем нажмите правую кнопку мыши, чтобы прицелиться. Спасибо за информацию, Кэп. А кого мне мочали-то? Вас, что ли? Ой. Ты чё кусок гэ? Так, тут, по-моему, вроде как еще работает эта, как бы, не такая, типа, физика. Типа, если я в колено ему жмыхну. Ну, блин, я же тебе в колено жмыхнул. О. Ты просто не оставил мне выбора. Жмых. О, красота. Кази. Так, хорошо, идем на мост. Башня охраняется. Доминик, сюда. Да, ух, все. Давай, целься. И не лезь под перекрестом. Блин, я ж настраивал звук, чё за фигня? Ну-ка, подожди. Эээ, давай вот так вот, и вот так вот, чуть потише сделаем, потому что что-то звуки игры прям вообще, а не кромки. Фредо, деньги у тебя? Он по-прежнему там, в отеле. Господи, два миллиона. Потерять два лимона. Да, это катастрофа. Да ничего, мы заработаем потом. Пистолет. Спасайте, кто может. Свобода. Оружие. Ага. Так, 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 так. Отлично, топчик. Так, бабосы и деньжата я забираю. Деньги, деньги, дребеденьги. Нажмите левый шиф, чтобы бежать. Да ты что, серьезно? А я не знал. Не, на самом деле, как бы вот эти подсказки в старый, ну, когда игровая индустрия вообще, в принципе, развеет, только начинала. Че? Серьезно? Ну, ладно. Так, пробел это достаточно. Нас ждет самолет, так что вперед. Давай сюда. Так, топово. Ладно. Ну, в принципе, это я умею, да, в начале игры, в обучении сдохнуть. Понимаю. Это могу. Могу, умею, практикую, ребят. Да. Так, отлично, мы добрались. Минутку. Сейчас мы пройдем. Давай. Ни хрена, у тебя большой карман. Альдо. Подожди, у меня шлюгер был, почему я с револьвером? Брось его, пойдем. Дуруру. Блин, я вот не знаю, будет ли мне втык за эту музыку, но надеюсь, что не будет. Ну, в принципе, это же игра, блин, там, по идее. Ладно. Мом, Ютуб не понятен. Пытаются выбраться. Смотрите, боже, сколько их там. Майкл, сочувствую. Альдо. Альдо был в семье. Я помогу. Когда мы вернемся в Нью-Йорк... Убедись, что о его матери позаботились. Окей, Майкки. Окей. И что нам делать? Только планы рота насчет Кубы удерживали семьи от Большой Свары. Куба была нам очень нужна. Что, повстанцы победят? Они победили Фредо. Майкл, скажи, что теперь делать нам, нашей семье, всем нам? При Альдо никто и не думал лезть в Нью-Йорк. Теперь все хотят урвать кусок. В первую очередь его собственные люди. Стоило это предвидеть. Я никому из них не доверяю. Но тебе я доверяю. Полностью. Чё? Доминик, ты станешь боссом. У тебя будет собственная семья. Думаю, ты можешь взять Нью-Йорк, Доминик. Что скажешь? Да, Майкл. Сделаю. Изи. Сделаем, ё-моё. Чё? Да легко. Вообще, ну, вообще не напрягайся. Нью-Йорк, Дом Корлеоне, шесть недель спустя. Да, они и камины вышли из игры? Ну и пусть. Собрали что было и сколотили банды. Взяли наши. Это Хайман Ротт из Флориды. Он прикрывает этих мерзавцев. В Розетта никогда не было Корлеоне. А теперь что? Они берут верх, берут заложников. Здесь не обошлось без этого Рота. Франк, Хайман Ротт здесь ни при чём. Майки прав, Франк. Братья Розетта затаили обиду, когда Клеменца... Умер? Нет, нет. Это было не сердце. Всё равно. Расклад такой. Они переключились на строительство, а Кармины на бои без правил. И шлюхами тоже. Это всё игры Рота. Да ещё, дурь, Ширева. Надо убить. Убить. Франк. Успокойся, Франк. Танжели, ты всегда хранил верность семье. Я знаю, Майкл. Но после Кубы мой бизнес с Хайманом Роттом для меня очень важен. Ты оскорбляешь и его, и меня. Да. Он для тебя важнее, чем родная кровь. Успокойся, Фрэнки. Ещё мой отец вёл дела с Хайманом Роттом. Он его уважал. Твой отец вёл дела с Хайманом Роттом. Твой отец уважал Хаймана Рота. Но он никогда не доверял Хайману Роту. Всё сказал? Хорошо. Доминик, присмотри за братьями Розетту. Кармины слабак. И всегда им был. Пошли ему весточку. Докажи мне, что я не ошибся в тебе. Легко. Не босс. Так, поговорите с Фрэнком Пентенджелли. Фрэнк хороший мужик. Но его характер может изрядно подпортить нам дело. Надо пресечь обвинения в адрес Хаймана Рота. Они оскорбительны для нас обоих. Я за ним присмотрю. Не волнуйся. Хорошо. Доминик, слушай меня внимательно. Теперь ты босс. Подтверди это делом. Покажи Хармины, кто хочет. Хозяин Нью-Йорка. Да без базара. Фрэнк, я разберусь с Кармины Розата. Отдай его мне. Разберешься, конечно, ты босс, а, Кармины придурок. Задницу свою не найдет без посторонней помощи. Но у этого идиота половина Нью-Йорка в кармане. О чем это говорит? Может кто-то играет за него? Может быть. Возможно. Но это не род. Люди Кармины все еще верны ему. Да. Верность уважают так или иначе. Даже братья Розата. Для меня это тоже важно, Фрэнк. Сам я Кармины не уберу. Мне нужны люди. Доверенные люди. Можешь посоветовать, кого стоит нанять? Конечно, Доминик. Я приехал сюда с приятелями. Они отличные парни. Проверенные в бою. Думаю, они заслуживают повышения. Если ты возьмешь кого-то в семью, они сочтут это за честь. Я примерно кое-что помню из этой игры. Здесь то ли есть прокачка персонажа, то ли здесь... Как оно? Если я правильно помню, то у каждого, как бы, наемника, которого я беру к себе в семью, и у него есть какие-то навыки, то, по-моему, их можно, во-первых, раскачивать, а во-вторых, здесь где-то есть такие люди, у кого есть, типа, сразу же два, и, по-моему, три навыка, если я правильно помню. Но я действительно помню. Подожди. Во-первых, я хочу посмотреть карту Дона. А все, что нужно знать Дону, можно найти на карте Дона, чтобы переместить карту. Задите указатель краю карты, чтобы приблизить или нет, это понятно. Ага, это только вот так вот. Хорошо. Нифига себе. Прикольно. Ладно. Так, а если расширенный обзор? Вот, семья, допустим. Набирайте в семью бойцов, потом повышайте самых надежных из них до доверенных людей. Капо и выше. Бойцов можно набрать возле заведений, которые вы контролируете. Путешествия по городу вы можете брать с собой до трех доверенных людей, а остальных можете отправлять для защиты своих заведений или нападения на врагов. Доверенных людей можно взять с собой и выиграть через интернет, чтобы вместе с ними заслужить награды на честь. И в одном, понятно. Так, вот, обучение людей. Тратите деньги на развитие навыков Доминика или его доверенных людей. Покупайте членам семьи лучшее оружие, но имейте в виду, у всех должны быть лицензии на ношение оружия. Ага, лицензии на ношение оружия определенного уровня. Если у бойца нет нужной лицензии, начните и получите необходимые награды или избавьтесь от этого бойца и наимите другого. Ага. Здорово. Утушение. Ну, у меня денег все равно нету. Разве что оружие наготове. Ну, нет, у меня все равно денег нету. Ну, в принципе, да. Вот оно получается. Прокачка. Ага. Снайперская винтовка. Томсон. Магнум. Пистолет. Подожди, а почему я не могу? Ладно. Поехали, посмотрим. Так, а все тихо. Блин, не имею. Да, наверное, обоих их пока возьму. Если что, их шлепну. Ты хочешь быть частью жизни? В смысле нашего дела. Могу взять. У меня сейчас черная полоса. Хочу начать все сначала. Ну, окей. Серьезно? Ты зовешь меня? Ты мне нужен. Добро пожаловать в семью. Так, отлично. Ага, спасибо. Так, а ты? Нам не нужны люди. В другой раз. Да. А в смысле нам не нужны люди? Я хотел спросить. Что за бред? То, о чем говорил Фрэнк. Ты ему веришь? Насчет мистера Рота и братьев Розата? Нет, Фрэнки отличный боец, но далеко не такой проницательный, как Майк. Мистер Рот нас ни разу не подводил. Так, отлично. Мы со всеми поговорили. Так. Что у тебя в заднем кармане? Может, кому-то это нужно. Зажигалка. Окей. Нажмите тап, чтобы открыть карту Дона. Спасибо. Вот он дом. А, мне надо вот сюда теперь, да? Ну, поехали. Так, транспорт. Если мы отобьем у кармины пару заведений, он не сможет контролировать копов. Да ты что? Давайте ударим кармина в слабую точку, его бордели. Эти гадюшники делают его слишком влиятельным. Вот так и поступим. Начнем с бордели, который напротив пекарни. Так, я надеюсь, мне покажут обучение, как это все сделать-то грамотно. Так, нажмите В, чтобы приказать своей команде следовать за вами, С, чтобы отправить их к определенной цели. Так, В, С. Держимся вместе. Ага. Пошел. Я тебе прикрою. Угу. Это что? Что это? Ладно. Угу. В нашем деле самое главное – запугать. От трупа никакой пользы, но если надавить умеючи, все козыри у тебя на руках. У человека есть два предела. Сначала он ломается, а потом дает сдачи. Надавишь достаточно, чтобы он сломался, и он сделает все, что скажешь. Чтобы добиться этого, нужна фантазия. Врежь ему пару раз, предложи полюбоваться видом. Есть сорт людей. Чем сильнее на них давишь, тем больше получаешь. Или попытаться найти больное место. У всех оно есть. Но если перегнуть полку, то получишь драку. Или того хуже – труп. Но это еще не конец света. Можно уйти и попробовать снова. Ну, в принципе, понятно. Спасибо. Надави на него, Доминик, но не убивай. Эй, Мачо, ты пустишь меня обратно? Ну-ка, пошел отсюда, урод. Больше никаких фокусов. Иди сюда. Ты можешь остановить это. Одно твое слово. Если ты сейчас же меня не пропустишь, я прострелю тебе колено. А что будет в случае второго отказа, думай сам. Ладно, ладно. Проходи. Вот и все. Так. Где у вас здесь местный босс? Да. У-у-у, девочки. Ну че? И что конкретно? Теперь это моя территория. Если хочешь делать деньги, будешь иметь дело со мной. Понял? Никогда. Заведение мое и точка. Ты сам напросился. Прекрати. Вон он, главный. Я сгленина не... Ты оглох? Может отрезать тебе уши и набить ими твою вонючую глотку? Ладно, заведение твое. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Я знаю, что я делаю. Жизненную силу мафии дает ее бизнес. Бизнес приносит нам большую часть денег. Контролируешь его, получаешь деньги каждый день. Но всякий бизнес – это часть большого ремесла. Мы их зовем группировками. Группировки бывают разные. Проституция, торговля оружием, автоугон. И каждая состоит из нескольких частей. Тот, кто сможет подчинить себе весь бизнес группировки, будет купаться в деньгах. Но еще важнее – особые бонусы, вроде бронежилетов или бронированных машин. Эти бонусы необходимы для построения империи. Ты это знаешь, и враги знают. И потому не жди гостеприимства с их стороны. Замечтательно. Так, бизнес мой. Все. Вы контролируете Sweet Life Bakery. Отлично. Ежедневный доход заставляет 550 бачей. Так, где здесь выход-то? А, вон здесь выход. Угу. Не, я не рискую. Угомонись! Привет. Давай. О, девки тут неплохие. Но если бы я тут заправлял бабок, было бы в 10 раз больше. У этого места есть потенциал. Как и у тебя, Доминик. Из тебя получится, босс. Какие у тебя планы? Нам нужны деньги. Найми охрану для заведения. И ослабь кармины, пока я при делах. Хороший план. Да. Стань добытчиком. Лучше всего отмывать деньги через легальный бизнес. Бары, рестораны. Для начала договоришься с владельцем, он тебе станет отстегивать денежку. Плюс возрастут доходы от твоих заведений. И еще что-нибудь скажешь? Ладно, но пусть это останется между нами. Не нравится мне происходящее в городе. Я работал на Дон и Витте, на Клеменцу. И ты сам знаешь, они и заслужили уважение. Но в последние 10 лет всем на это наплевать. Моя банда в Квинсе бедствует. Семьи нанимают всякую шваль подонков. Они не уважают наши правила бизнеса. Это неправильно. Ну, с тобой соглашусь. Рэйкет был забавой для головорезов. Такс шибиц, барыги, копейку-другую. Сегодня ставки возросли. Ты и сам знаешь. Находишь мелкую лавку, задаешь трепку хозяину. Он платит сколько может. Не слишком много, но все же деньги. Но едва ты подмял под себя заведение, оно превращается в фасад. А за ним можно отмывать деньги от другого бизнеса. Каждое такое заведение увеличивает весь твой доход. Чтобы заставить торговца платить, нужно давить. Стукни его об стену, вышвырли в окно. Разнеси его в магазин или врежь его посетителям. Иногда надо показать ему, кто тут босс. Но не забывай, это лишь бизнес. Да, это всего лишь бизнес, но это будет... Так, захватите как минимум два заведения, где карминет мылевать бабки. Без базара, поехали. В тачку. Давай повеселимся, пройдемся по барыгам, поглядим, что не в кассе лежит. А, рэкет. Старая добрая игра, да? Так, а где... Я еще помню, короче... Если я, надеюсь, правильно помню, что здесь такая фишка была. Допустим, про бонусы, вот типа группировки заведений. Типа... Если у твоего противника там, допустим, то ли патронтаж, то ли еще... То ли еще что-то, короче. А! Я еще только начал. Чувак! Улыбнись и скажи «аааа». Мы можем говорить вежливо или нет. Я постараюсь по-быстрому. Он получил по заслугам. Жестоко. Пусти меня. Начал. Подожди, а как мне его? Дай-ка я его встряхну. Дерись. Я не готов умирать. Пошел нахуй. Только нищие подбирают деньги в школу. А, подожди. На тебе. Как же это жестко, блин, выглядит все-таки. Так. Я нашел владельца. Ну че, владелец. Что я нашел? На тебе по морде. Когда ты стохнешь. Сломаешь, заплатишь. Да я не хочу взять. Во, вымогательство. Подожди, где-то было. Тихо. Где ты, босс? А ну сюда! В смысле, где ты, босс? Ты же не хочешь, чтобы с твоим магазином что-то случилось. Или с твоим милым личиком. Тебе нужна крыша. Ясно? Убирайся. Я тебя не боюсь. Можно все решить по-хорошему или по-плохому. Ты смотри, кто появился. Мне это снится. Кэп, чего с ним делать-то? Ну поднимайся. Давай. Боже, он будет стрелять. Если они умрут, кто будет на тебе? Да, че-то у меня не получилось. Ну ладно. Я ничего не делаю. Да, пошел ты в жопу. Отличная штука. Ну, это была пробная, скажем так, пробный захват, потому что... Быстро в тачку, мудак. Убери ствол, придурок! Так, шифт это у нас. Ну, бывает, ну... Так! Шоунах! Промазал! Вы почти достали его! Стоять! Не надо! Все, возвращаемся! Я не боюсь! Капец! Ты-то че? Не знаешь, с кем связался? Пощади! Не пощажу никого! Еще парочку! А, во, как это! Телекто! Я кого-то вижу! Ты заколебал, берешь? Я не достоин могилы! Еее! Разнос! Да, это, конечно, было весело, но... Так, бабосы. Думай о хорошем! О хорошем! Хорошо! Я заплачу! У-у-у-у! Хо-хо-хо-хо! Да у тебя тут джекпот! Ты знаешь, кто я такой? Если не хочешь увидеть меня, еще раз плати! Все ясно? Прошу! Возьмите деньги и оставьте меня! Отлично! Одно заведение есть! Нам еще нужно одно, как минимум! Так, отлично! 767 бачей у нас в день! Это замечтательно! Так! Тачку садись, придурок! Вот что-то сдохло! Вы кого-то замочили без меня? Не, никого еще не мочил! Ничего не сказала про мою новую причину? Охранники... А-а-а! Да у меня... А, у меня есть баксы! Так, с помощью карты Дона! Давай просмотрим, как это делается! Так! Янтер дополнительно! Вот, Аппалайс Кинг! Отмывание денег! Захватывайте заведение, чтобы отмывать деньги! Каждое заведение, отмывающее деньги, повышает ваш общий доход на 5%! Прибыль идет... Идет немедленно, поэтому захватите столько заведений, сколько сможете! Не забывайте нанимать охрану для защиты заведения! Понятно! Так, охрана! Так! Нанимайте охранников для защиты заведения от врагов! Чем больше у вас заведений, тем больше охраны потребуется! Но следите за финансовым балансом! Если у вас закончатся деньги, то охрана автоматически будет уволена! Угу! 100 баксов это 1! Давай, значит, здесь... Э-э-э... Доход за день здесь 300! И... У меня, получается, где-то... Да... Еще один бизнес есть! Где он? Вот он, у меня бизнес есть! Чтобы получить бонус от Монополии какой-либо... Ну, это уже понятно, нам говорили! Криминальный бонус... Это кастеты, отлично! Так, охранники! И... 1, 2, 3... 4! Пускай будет 67 бачей в день! Отлично! Так! Ну, и осталось еще одно заведение нам захватить, как я понимаю, да? Ну да! Сейчас мы это сделаем... А, тут у нас бандюги, оказывается! Отличная работа! Еще бизнес, еще баксы! Я вижу его! Че нах! Полиция! Пошли меня! Вот это ты мне нахуй! Мы можем... Дайте я его! Ничего личного! Чистый бизнес! На-на! Где босс? Еще чуть-чуть! На помощь! Зря ты до меня доказал! Ой, тебе б... Ох! Так! Пора его прикончить! Я знаю, где ты прячешься! Я нашел владельца! О-хо-о! Прямо в цель! Как тебе? Метелевый! Он не достоин могилы! Охренеть! Где этот имбицил-то? Готов к трепке! Запрыгиваем! Какой же доминик жесткий у нас! Влепил между глаз! Ну ладно, теперь все серьезно! Любишь кофе с кровью, а? И не туда! Это ловушка! Нет, не надо! Топочек! Нужно было остаться в школе! Подожди! А вот, забираться! Блин, тут... Не люблю вот в играх вот эти вот отдельные кнопки, но иногда они прям помогают! Ну че, месье? Пообщаемся? Я знаю, какая у тебя слава! Может перекроить тебе рожу! Ну че, братанчик? Вон она, главный! Давай! Давай! Ну что вы поняли, давай! Что кричило? Я боюсь все высоты! Давай! Думаешь, можно вести бизнес без крыши? 958 это слишком... Ну, в принципе, нормально! Ладно, я заплачу! Только обещай оставить меня в покое! Я боюсь! Ну все, красавчик! Дерись! Это честь! Вот ты молодец! Так! Давай нанимать сюда... Ммм... Два, три... Четыре... Пять! Да! Пока что так! Такая она будет! Ну и, в принципе, мы красавчики! Осталось только доехать до... Этого... Как его? Самого лучшего места! Где телефон? Надо найти телефона! Пошли искать телефона! Где телефона у нас здесь, ближайший? Блин, мне бы на самом деле бойцов бы найти про тех, которых я говорил, которые прям, блин, модные, большие, такие злобные! Которые подрывники из подрыв... А, вот здесь есть проход, отлично! Так... Где у нас ближайший телефон? А, вот он, ближайший, телефоном! А зачем мне телефона? Потому что здесь звонок! Иногда семья связывается с тобой по таксофону! Так труднее подслушивать разговор! Надо поговорить насчет Кармина Розату! Ну, поехали, короче, к дому, королев... Опа, а что с моей тачкой? Не понял! Садись, придурок! Я наблюдаю за одной мочалкой из борделя! Интересно, как далеко она зайдет? Болван, не о том думаешь! Вот именно! Ну, подарит она тебе трипер! И что? Ух ты! Ты водишь хуже моей бабули! А она слепая! Ты охренел! Слышишь ты! Я тебя в семью взял! Будешь оскорблять меня! Я тебе глаз на жопу натяну! Придурок! Ты понимаешь, ты на босса! На босса вообще такое говорить нельзя! А ты такое вон! Вот ты какое, а? Да выходи из машины! Надо вернуться и поговорить с Доной Карлеоне! Так бегу уже, бегу! Е-мое, успокойся! Так! Дон Карлеоне, что ты мне хочешь сказать? Думаю, Кармины наконец начал понимать, что ты хозяин города, а не он! Но он получил наше сообщение! Ясно и четко! Надеюсь, охрана у заведения мне должно хватить! Усиливай охрану, Доминик! Кармины попытается их захватить! Я знаю! Но силы разбрасывать нельзя! Если я не ошибся в предположениях насчет Кармины, то нам нужны люди! Бойцы! Согласен! Фрэнк знает, где найти хороших кандидатов! Найди того, кто владеет нужной тебе специальностью! Не думай, что враги будут бездействовать! Они постоянно что-то замышляют! В рукаве у Кармины припрятаны козыри! Так что я советую взять помощника! В этой жизни нет ничего важнее семьи! И если есть шанс увеличить свою семью, подумай, какие спецы тебе нужны! Поджигатели и взрывники! Твоя команда разрушения! Один сожжет здание, другой его развалит! Бойцы мускульная сила! Они могут убирать охрану или запугивать свидетелей! Медвежатники и инженеры – ключи к городу! Если нужно вскрыть сейф или преодолеть ограду, эти парни дадут тебе путь! И не забывай про медиков! Во время боя они сохранят жизнь тебе и твоим людям! Повысить бойца до капо – значит оценить его верность и заслуги! Капо сильнее обычного бойца! Он может обучаться новым специальностям! Желающих присоединиться к твоей семье можно найти в любом подконтрольном заведении! Поэтому желательно иногда наведываться туда! Но не забывай смотреть по сторонам! Иногда лучшие люди попадаются в неожиданных местах! Вот, и об этом-то я и говорил! И по поводу двух специальностей! Вот в чем прикол! Вот как они прокачиваются! Они прокачиваются по… Непосредственно, и вот если ты идешь по… Как бы боец идет по вот этой ветке! И вот получается он так вот и прокачивается! То бишь, чтобы, допустим, вот этому типу… В другой раз ты бьешь, я держу! Заткнись! Вот этому типу, чтобы прокачаться… Ну, вторую специальность взять! Ему надо стать Капо в моей семье! Так, это получается у меня два Капо, младший босс! Блин! Ну, по идее, вот этого типа… Блин, ну, не знаю! Вот этого типа, в принципе, можно до младшего босса будет дебахать, например! Потом найти пару бойцов с двумя специализациями! Их до Капо поднять! У них будет три специализации! То бишь, типа такой универсальный отряд у меня! Получится прям жесткий! И три типа со всеми специализации! То бишь, и вот эти вот три чела будут со мной бегать, типа, со специ… Ну, специальными специализациями! Хотя! Можно еще и попробовать поискать вот сюда, типа, в куче специализаций уже заранее! Чтобы это так было! В принципе, так и поступим, наверное! Ну, а пока что, ребятки, будем на этом пожаловать! Проведение Кармина похоже на крепость, но для профессионала это не проблема! Нужен инженер или взрывник! Будем заканчивать и продолжать, еще будем, естественно, в следующей серии! Всем спасибо за просмотр! Не забывайте подписываться, ставить лайки, оставлять свои комментарии, нажимать на колокольчик, выбирать все уведомления! Ну и до новых встреч! The Godfather и не только! Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!